доброе утро crypto commons вуаля снова в эфире так сегодня быстренький апдейт потому что я тороплюсь значит что у нас происходит ну давайте заглянем на coin market cap ну вроде все зеленеет даже отскакивает вчера было затяжное падение альты все были красные еще краснее чем биток сейчас уже вон все зелененькое даже если мы в битках посмотрим вот альты вроде как отскакивать начали что конечно же радует ходлеров и трейдеров я думаю тоже кто по тренду торгует вонг но речь не об этом пойдет пойдет она вот о чем вот мы на графике вроде как нормально так отбились от м и риббон вроде как наверх опять пошли и я конечно не люблю рисовать всякие треугольники но здесь напрашивается что вот мы видим отчетливо higher lower highs как это по-русски сказать нижние вершины более низкие вершины и higher lows да более высокие низы получается что что вот такой треугольничек у нас вырисовывается примерно и куда же мы из него выйдем это очень интересно и это лучше сейчас вам расскажет в моем переводе олеси урастания есть такой трейдер замечательный давайте посмотрим его видос привет чуваки давайте взглянем на график биткойна и я поделюсь с вами на мой взгляд наиболее вероятным развитием событий заметьте что этот параболический рост который довел нас до 14 тысяч почти он уперся в сопротивление 061 по фибоначчи от нее отпрыгнул назад на 21 дневную скользящую после этого попытался опять сделать ралли но снова отскочил и опять упал от сопротивления 61 по фибоначчи вот теперь давайте взглянем в прошлое вот пример 2016 года опять же параболическое ралли упираемся в 61 по фиба отскакиваем падаем на 21 дневку опять попытка сделать ралли фейковые не удавшиеся опять отскакиваем на 21 дневку дальше небольшая коррекционный флэт треугольник из которого обычно мы выскакиваем вниз на 100 дневку уже на 100 дневную скользящую и переписывая предыдущие локальные лаи вот видите еще один пример вот биткоин опять параболический рост до 61 по фиба отскакиваем на 21 дневку опять про попытка фейкового ралли дальше затяжной флэйтиц типа накопления типа поддержка который в итоге мы пробиваем вниз и опять летим к сотому мувингу вот видите снова такая же картина ну и потом уже естественно все нормально дальше идем пример 2017-18 годов параболический рост до 20 тысяч опять отскок на 21 дневку опять попытка фейкового ралли и опять коррекция до уровня 100 дневки пробитие предыдущих локальных минимумов вот какая ситуация параболической ралли падение до 21 дневки попытка еще одного ралли не удавшиеся и падение до 100 дневки значит исходя из этого сейчас наиболее вероятный сценарий событий такой же смотрим 61 по фиба сопротивление уперлись отскок на 21 дневку падение отскок обратно фейковое ралли опять падение на 21 дневка и очень вероятно что если биткоин задержится под вот этой линии 61 по фибоначчи то мы увидим коррекцию дальше дальнейшую вниз к 100 дневной скользящей переписав вот эти вот локальные лаи вот значит вот такой вот вариант как алисио рисует существует сейчас наиболее вероятный как он говорит я в принципе тоже склонен с ним согласиться либо еще второй вариант это небольшой в по флоту ему так вот и все равно потрогаем сотый мувинг который сейчас у нас в районе где-то 8к вот такой раскладец ребята что вы думаете скажите вот иными словами понимаете что происходит все торгуют 30 минутки 15 минутки внутри дня да вот как бы на такой картине кажется что уже коррекция очень серьезно случилось да вот раз тут отскок селан гавали всех побрили тут от сколько ланговали опять всех побрили тут от сколько ланговали опять всех врили тут уже в шарты все переобулись и вроде как наверх пошло но это только на таком таймфрейме а если вы сделаете зумаут на дневке то вот мы видим с вами что блин нифига еще не всех вобрели вот тут тоже помните все ланговали в итоге ушли ниже сейчас тоже все лангуют ну вероятность то что уйдем ниже скажем так очень высоко и после такого роста ну в целом коррекция метит куда-то сюда конечно на свой страх и риск я не призываю вас вообще открывать шар ты сейчас там и но как минимум не держать сейчас переморжованные ланги точно вас призываю потому что это опасно лучше дождаться я думаю где-то осени может быть начало зимы и мы увидим что вроде когда какая-то консолидация пойдет потом скорее всего пробьем все таки и перед следующим уже забегом ну для трамп нужен трамплин для роста понимаете вот такой расклад я думаю вижу так чего в целом все нормально альте оживают стеллар он хорошо сделал тоже на 30 минутках если посмотреть не знаю я расставил стаканы на покупку у битка эфира по ценам ниже 10000 типа 9 600 9 208 всякие такие и по эфиру 240 там 230 думаю мы туда еще сходим не знаю когда но думаю в этом году не забывайте регистрироваться на байбит там бонус по моей ссылке 120 долларов на депозит вы получите если за депонируете 0.2 btc туда если просто то 10 долларов вам дадут за ретвит на них можно торговать пробовать платформу платформа замечательная во многом даже круче чем битмикс потому что меньше комиссии и меньше загруженность у платформы торговать удобно что еще можно сказать но пока наверное вот так вот скоро сделаю более развернутый туториал по байбит и по маржинал очки на бинансе как найду время вот пишите комменты добавляйтесь в телегу все ссылочки найдете в описании пока а